Я закончила школу в 1963 году. И я не знала, как выбрать профессию. Мне было ясно, что я занимаюсь английским языком. И вроде с математикой неплохо. И, в общем, не знала, куда себя применились. И я совершенно случайно узнала об отделении структурной и прикладной лингвистики в МГУ. Ну и там вот нужна математика, язык. И я вот туда поступила, даже совершенно не зная, что такое лингвистика и хочу ли я этим заниматься. У нас был полугодовой курс программирования, и мы программировали на бумаге. К нам придумали машину, сказали, что в ней такие есть команды. И дальше мы писали небольшие алгоритмы и расписывали по этим командам. Я проходила практику в Винетии и потом пошла туда работать. Это Всесоюзный институт научно-технической информации в отдел автоматизации программирования. Там я впервые увидела вычисленную машину, она такая была большая, Минск, 22. Занимала целый этаж, наверное. И научилась там программировать. Такой был язык ССК. Ну, система символического кодирования. То есть это практически в кодек было программирование. Первая моя там работа была, и единственная, собственно говоря, связанная с лингвистикой, это я написала вот эту программку, которая вытекала из моего диплома. Но если диплом такой был толстый, большой, и там было показано, что для полного алгоритма автоматического переноса слов нужна историческая грамматика и так далее, потом большие списки исключений. А запрограммировали очень простенькие алгоритмы, основанные только на фонетике. Понимаете, я когда кончила аспирантуру, в общем, тоже не получилось у меня найти работу, и работу было найти очень сложно. И в результате я совершенно случайно попала в такой научно-исследовательский центр, который фактически был отделом Министерства культуры Союза, связанный с программированием информатизации, а физически он помещался в Российской государственной библиотеке. Это был 1979 год. В этом центре был отдел, который должен был заниматься информатизацией мудеев. Заведующим отделом был Жердев, бывший генерал КГБ, советник Нассера, если вы знаете, кто это такой. В Египте работали наши советники, вот он этим всем делом занимался, и вдруг стал заведующим отделом музеев. Но он меня не взял к себе. Он со мной долго говорил, потом попросил принести диссертацию, сказал, вы для нас слишком умные, и не взял. А взяли меня в другой отдел, отдел АСУ, это автоматизированная система управления, тогда это было такое модное направление. И где-то через год или полтора стал заведующим отделом музеев Лев Яковлевич Ноль, и я перешла к нему. Самый главный человек, который, я считаю, оказал большое влияние на всю эту деятельность, это Игорь Савич Сидоров. Игорь Савич Сидоров перешел в этот отдел музеев из Винятии. А в Винятии он вместе с Александром Раскиной занимался вопросами информационного поиска, и они придумали объектно-признаковый язык. Хотя, предположим, стандарт СИДОК – это уже язык более высокого уровня, с более разветвленным синтаксисом. А тот язык оказался таким основополагающим, до сих пор он используется, по крайней мере, в наших музейных системах. Мы перешли в Министерство культуры Союза, там мы сидели, и там были две машины, назывались они мини-машины, но тоже с теперешней точки зрения они были не мини-джикси. И вот на этих машинах джикси была, собственно, реализована первая система для Музея революции. И на этих машинах джикси была своя операционная система, и я научилась программировать. Для нее язык был такой, типа basic. И вот тогда были первые программы написанные для Музея революции, для учетного отдела. Потом, вот я как-то даже не могу вспомнить, было это до 91-го, до 91-го года начали появляться персональные компьютеры, что мы работали, были искры и истры. Вот это, конечно, было чудо техники, но работать было очень трудно, потому что экраны были плохие, к вечеру глаза плакали, красные становились и так далее. И мы перенесли тогда на эти персональные компьютеры, и, собственно, не тоже перенесли, а как бы сделали заново первую систему учета и хранения музейных предметов для Музея революции. А когда появились вот эти персональные компьютеры, перед нами встал вопрос, а как перенести, начинать сначала, в общем, как использовать уже существующие наработки, и главное, наше умение. И тогда, не помню уж кто именно, наверное, все-таки кто-то из нашего отдела разыскал такую систему револейшн, которая фактически была аналогом операционной системы ПИК, которая стояла на машинах Джекси, для персональных компьютеров. Вот они тогда назывались персональные компьютеры, персоналки. Мы программировали и пытались удовлетворить все потребности. То есть у нас было ориентир на то, чтобы сделать так, как хотят музейщики. Поэтому музея была, система была типовая, но настраиваемая. Костяк был типовой, а для каждого музея мы делали какие-то свои настройки. Дальше развалился Советский Союз. Лев Якович ушел в музей Пушкина в 89-м году, еще до развала Советского Союза. И заведующим отделом этим стал Леонид Абрамович Куйбышев. Я осталась поддерживать эту систему, и мы стали внедрять ее в нескольких других музеях. Но отдел уже был очень слабый, он все время уменьшался, уменьшался. Параллельно мы познакомились с Юрием Аркадьевичем Лошаком или Львовной Кощеевой. Нам очень понравился их комисс, и у нас были планы как-то совместно распространять эту систему. Но они не реализовались в полном объеме, но мы с ними так или иначе сотрудничаем с тех пор, дружим. С тех пор мы непосредственно музейной системой не занимаемся, но мы занимаемся более широкими вопросами информатизации в сфере культуры. В 1996-1997 году, когда мы окончательно приняли решение о том, что мы больше не распространяем нашу систему, она называлась АБД-музей, одновременно с этим началась международная деятельность у нас. Мы начали ездить на международные конференции ЕВА и решили организовать ЕВА в России. И с 1998-го года мы занимались в основном, ну, как центральный, так сказать, момент нашей деятельности, это вот ЕВА в России. И потом мы участвовали за все эти годы еще в очень многих европейских проектах, проектах с российской стороны. Мы участвовали в проекте Афина, который был ориентирован только на музее. и сейчас проект Линд Херритич, которым и музей, и библиотеки, и архивы. Вот. В рамках этих проектов был разработан стандарт ЛИДО, который описание, ну, в первую очередь, музейного объекта, ну, и остальные типы объектов тоже вполне туда ложатся. Этот стандарт был одобрен комитетом СИДО, Международного Совета музеев, и он используется как переходный такой переходный стандарт между конкретным стандартом, конкретной схемой метаданных, используемой в каждом конкретном музее, там, или библиотеке, и стандартом европеаны. Вот. И сделан такой блок дистанционной загрузки данных, которым мы пользуемся, мы туда загружаем метаданные музеев, потом трансформируем в ЛИДО, потом из ЛИДО в стандарт европеана. И вот сейчас в Европеане есть довольно значительное количество описаний музейных предметов из Рибинского музея и из Чебоксарского музея Чувашский художественный музей. Вот это два музея, ну там еще есть Третьяковки и История Казанского университета наиболее значительный вклад в эти два музея. Почему? Потому что это первые музеи, которые разместили полный каталог своих коллекций в интернете. И это было где-то может быть в 2003-2004-2005 годах. Я в этой работе нашла себя, если все предыдущие годы я как-то не знала, чем бы мне заняться, что меня интересует, меня что-то не получало, что-то не устраивало, куда-то я не могла попасть, то тут я сразу поняла, это мое. И так что это вот такой серьезный момент в моей жизни, случайный, который меня привел, можно сказать, к профессии. Меня удручает, конечно, то, что в нашей стране нет единой стратегии информатизации музеев, что до сих пор министерство внятно ничего не сформулировало, и если бы это случилось, то, конечно, информатизация музеев пошла бы более бурными темпами. Хотелось бы, чтобы специалисты, которые получили такую специальность, музейное дело, информатизацию музейное дело, действительно пошли работать в музее, и чтобы они научились находить общий язык со старшим поколением, это очень трудно, потому что старшее поколение относится с с недоверием, с непониманием молодых. И вот этот разрыв может быть преодолен только с движением с двух сторон. молодые научатся у стариков чисто музейной, искусствоведческой, научной работе, и смогут преодолеть неприятие новых технологий. То есть надо быть предельно толерантными и учиться общаться даже с теми, кто тебе не очень понятен. esto нерви не здесь у не у